Ну, как вам сказать? Можно сказать, что они и помогают, и не помогают. Пильги им повидавали АТО. Резница в самих пильгах. Пильга АТО у вас иде на семью и на батьков. Потом, когда им выдают участников боевых действий, на батьков пильги они распространяются. Ну и, если подавиться по их жалобах с землей и так далее, все их обещания не выполняются. Я думаю, что вообще эта тема очень важная на сегодняшний день. Люди без ног, без рук, и они должны доказать свою правоту, что они воевали. Они защищают нашу Родину, они защищают нас. Ну, не совсем, так, якісно будем говорить. Хотелось бы лучше, чтобы выполнили свои обязанности, турбовалась про людей, про народ Украины. Знаете, чтобы их дети служили в АТО, и они, часть их, тогда бы закинчилась война. Это я могу только сказать. Ну, на мою думку, есть, конечно, депутаты, которые помогают, особенно перед выборами, скажем так. Ну, конечно, есть и те, кто действительно зацикавлены народом. Их, конечно, не много. Гроши, чтобы им платили. И заботились о их семьях, о их детях. Жилье давали им. Землю, которую должны им дать, обещали. Не дают.